Все точь в точь, как на экзамене в госавтоинспекции. 20 вопросов, 20 минут и право на две ошибки, за которые в случае неверного ответа начислят дополнительные 10 вопросов. Поддержать девушек в нелегком испытании пришел депутат городской думы Тимур Агадулин. Это уже традиционный третий конкурс автолидии. И сегодня очень ответственный этап. Сегодня сдают наши милые дамы знания правил дорожного движения и в понимании всегда, в понимании даже в школе автомастерства, девушки всегда знают правила дорожного движения лучше, чем мужчины. В этом сезоне на участие в конкурсе «Автоледи» на Авторадио заявилось 8 участниц. Кто-то впервые, как, например, Алсу Маганова. Замечательный опыт того, что несмотря на свой стаж вождения, ты все-таки время от времени должен уделять внимание правилам дорожного движения и так себя немножечко мотивировать и повторять. Это здорово. А вот для финалистки «Автоледи-2019» Елены Николаевой участие – способ очередной раз доказать себе, что прошлый успех не был случайностью. Конкурс очень интересный, такой состязательный. Кто-то приходит за призами, но, не знаю, лично я, как бы, мне вот интересно свое, наверное, как доказать, чистого для себя, на что я способна. За ходом сдачи теории в режиме реального времени наблюдал экзаменатор. Александр Петров отметил, что участницы конкурса показали хорошие знания и заряженность на борьбу. Девушки, конечно, волнуются, да, безусловно. Ошибочки небольшие были. Компьютер дает дополнительный вопрос, дополнительное время. Ну, за это время они справились. В принципе, они все, безусловно, подготовились. Молодцы. Однако, без штрафных баллов все равно не обошлось. Но у девушек еще будет шанс доказать, что «Леди за рулем». Это не только красиво, но и безопасно. Все получили путевку во второй тур. Он состоится уже в эту субботу. А в эту субботу на автодроме состоится еще одна уже практическая часть экзамена. С 11 по 14 мая это гонки по правилам. То есть наши участницы будут совершать заезды по определенному маршруту без нарушений. По крайней мере, постараются это сделать. Ну, а затем уже ждет финал и творческий конкурс, то есть где девушки будут блистать своими талантами. Юлия Офисенко, Сергей Уфимцев, Михаил Суханов. Специально для новостей.